Что является центром? Бог, что ты говоришь в мою жизнь? О чем ты разговариваешь со мною? Знаете, со мной недавно приключилась история, которая очень сильно меня напрягла. Напрягла в полной программе. Это было рано утром. Я только приехал, у меня много встреч в Америке. Там нужно было встречаться с вещателями, с этими, с этими, вести переговоры. Вот первый день мой утром я принял душ. И такой радостный, все классно. Спускаюсь по лестнице. А там почему-то в этом доме у моего друга лестница была сделана из ламината. Такая гладкая, деревянная, скользкая лестница. А я, человек, который люблю тепло, всегда одеваю теплые носочки. Жена такие шерстяные мне дала. И я в шерстяных вот этих носочках, таких мягеньких, иду. И вдруг я обдороживаю, что стою на краю лестницы, и мои ноги выскальзывают вот так передо мною. И я своей спиной приземляюсь на лестницу. И там где-то шесть или семь ступенек. И я вот так, хопа, на локтях и на спине скатываюсь вниз. В этом доме все спали. Они проснулись не от будильника. Вам смешно. Сначала они слышали. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Потом. А-а-а-а. Я ничего, кроме А, не мог сказать. Даже Б не мог произнести. Не знаю, каким образом. Я дополз до своей постели. Свалился. И следующие два часа не мог сдвинуться с места. Я просто оцепенел и стал парализованным. Я ничего не понимал. Вы знаете, когда я лежал, спина вся в боль была такая страшная, что я даже не соображал, что происходит. Приехал мой друг Марк Петерсон, многие знают. Он стоит, никто понять не может, что делать. Вызывать скорую, не вызывать. Пальцы двигаются, двигаются. Значит, позвоночник не сломан. И вы знаете, когда стоят вокруг тебя и рассуждают. И самое главное, тебе надо двигаться. Я говорю, а вдруг что-нибудь я сломал. Я сейчас сдвинусь и умру. И страшно, и не знаю что. И в этот самый момент я вдруг вспоминаю все свои проповеди. Радуйся. Это самый тот момент, когда, ну что, воздает славу Господу. А знаете, настроение такое, воздавать не хочется ничего. Больно, противно. И ничего сделать-то не можешь. А мужикам сразу, знаете, что температура сразу умирает. А я все, я уже думаю, ну все, жена, все, как я теперь, все. Наверное, уже это финита ля комеди. Что значит, проповедь Максимова окончилась. Было страшно. И я не понимал, что делать. И мне все хуже и хуже. И мне вместо охлаждения, те люди сунули прогрев. И сказали, нужно греть. А это еще хуже делало. Вот я сижу, и мне все хуже и хуже. Все разъехались на работу, я остался один. Сижу, и повернуться не могу. И присесть, и привстать не могу. Просто нахожусь в этом парализованном состоянии. Мой брат узнает двоюродный, что я в таком состоянии. Он срочно прилетает ко мне. Хватает меня. А я как раз до этого разговаривал с одним человеком. И он говорил о своем родственнике, которого врачи с больницы списали. И сказали, он бесполезно, все. И потому что у нее такая болезнь, что она не лечится. И все, что им дали, выписали. Это был морфий. И все, что дали, сказали, все, идите домой, забирайте, все. Пускай прощается с жизнью, готовит документы. И в Америке в лицо дают, и все. И вот он меня привозит в больницу. Меня садят на каталку. Я не согнуться, не разогнуться не могу. Меня еле из машины вытащили. Привозят. И этот спрашивает меня, говорит, какая у вас боль от 1 до 10? Я говорю, 12. А что говорить, когда я сдвинуться с места не могу? Что двигаешься там? Так, как будто бы нож в спину втыкают. И меня быстренько провезли. Буквально через 10 минут, обычно в Америке 2-3 часа нужно ждать. Через 10 минут я оказался уже там у доктора на лежанке. Он подошел, что-то подергал меня, что-то поспрашивал. И говорит, все, забирайте его домой. Я не понял. Он говорит, я вам выпишу лекарство, пейте, когда будет больно. Я смотрю, мне ни рентгены, ничего не сделали. Я говорю, ну ладно, приезжаем получать лекарство. Они говорят, о, вам морфий нужен. У меня сразу же 1 плюс 1 сложилось. В больницу не взяли, выписали морфий. Отправили домой. Знаете, какое настроение такое? Ну что, порадуйся, аллилуйя. А еще медсестра говорит, вы часто не пейте, а то привыкаемость возникает. Я смотрю, думаю, еще и наркоманам хотят меня сделать что-то. Вы знаете, когда ты оказываешься вот в этой ситуации, и со стороны иногда легко смотреть, ой, да, да, конечно, аллилуйя. Но когда ты сам оказываешься, конечно же, ты начинаешь понимать, что это не так все просто. Но у тебя всегда есть выбор. У тебя всегда есть выбор, как принять любую новость. Как реагировать. У тебя есть выбор, как реагировать. Или податься панике, и податься ужасу, и возмущаться, и что-то требовать, и сходить с ума. Или просто расслабиться и сказать, вот я, Господи, вот моя жизнь. Это что, теперь моя очередь, что ли, Господи? Или мне еще подождать? Ты меня что, в начало очереди перекинул? Или как? Всегда, всегда есть выбор. Можно драматизировать и проводить всю жизнь в агонию борьбы за выживание. Или можно сказать, Господь, я в твоих руках, моя жизнь в твоих руках, моя судьба в твоих руках, и я хочу тебе доверить свою жизнь. Вы знаете, в этот момент практиковать оптимизм и радость очень сложно. Но всегда нужно радоваться. В любом обстоятельстве включать радость. Это самое лучшее лекарство для твоего тела. Скажите на это аминь. Это самое лучшее лекарство для твоей души. Попал ты, упал ты, сломался ты, что-то случилось. Это самое лучшее лекарство для всей твоей жизни. Радоваться, воздавать Богу славу, благодарить Его за все милости, благодарить Его за надежду, включать славу Божию. Дух Христов приходит на тебя, принимать Его Слово, проходя долиной плача, мы говорили с вами неоднократно, мы проходим долиной плача, да, нам мы в долине плача, да, нам плохо, но мы радуясь, проходим, мы говорим, Господь укрепит меня, Господь даст мне силы, ведь Христос это центр нашей жизни. Многие люди сейчас празднуют Рождество, знаете, в английском языке Рождество не звучит как Рождество, у нас рождение, в английском языке звучит Christmas, то есть Christ, Христос, Mass или это Месса, это когда все собираются толпы ради Христа, вот такое соединение двойное Christmas, массы для Христа, у нас Рождество. Так вот, они взяли и вместо слова Christ, ну Христос, сделали X, и они сказали X масс, массы для X-ов, вот это файлы X, это все вот эти X, не поймешь, что X, X, они начинают Христа вытравливать из Рождества, медленно выводить его из Рождества. Помните, как коммунисты нам Христа вывели из Рождества и сделали нам Новый год без Христа? Фактически для людей было сложно принять, но за 70 лет нас научили, никакого Иисуса Христа в Новом годе нету. Не скажем, чей это Новый год, не скажем. Я когда в школе учился, было до нашей эры и нашей эры, 2000 или там какой-то 90, я помню, 1977 год нашей эры. Что за наша эра, с чего началась наша эра, с какого перепугу вдруг началась наша эра? Они вытравливали, не хотели говорить, они не подсказывали. Ну вот люди начали считать с нулевого года и все. А что там было? Не знаю, не скажем, ничего не было, ничего. Иисуса там не было. Вы знаете, постепенно хотят Иисуса убрать из Рождества. Смотришь на эти все рождественские открытки, в Америке вообще начали запрещать в некоторых штатах рождественские открытки. А вдруг кто-то обидится? Давайте сделаем праздничные, с праздником. Вы знаете, у нас было с праздником. И смотришь в Европе, то же самое начинает проходить. Не нужен нам Христос, нам нужны праздники. И они говорят, сезонные праздники. Вот это новая система. Поздравляем вас с сезонными праздниками. Не скажем, что сезон, не будем говорить о Христе. Многие люди так примерно ходят в церковь. Я тоже узнаю вот этот почерк. И вроде все здесь аллилуйя, с праздниками, но Иисуса уже нету. Многие имеют вид божественный, а силы его отрекшиеся имеют вид благочестия. Что нужно говорить в Рождество? В Рождество нужно иметь, а есть ли Христос во мне? Является ли Христос центром моего упования, моей веры, моих слов, моих движений, моего будущего, моего настоящего? Является ли Христос центром моей семьи? Или центром моей семьи является финансовое благополучие? Или центром моей церкви является время развлечения, чтобы было весело и классно? Что является центром? В Рождество центром должен быть Христос. Не наши таланты, не наши способности. Вы знаете, это постановка, где вот эти дети находились, и каждый хотел царю что-то сделать, какой-то подарок. И каждый концентрировался на своем таланте в Рождество. Или вообще в нашей жизни мы концентрируемся не на наших талантах, а на Христе самом. Аминь или не аминь? Скажите, драгоценные. Очень важно не потерять Христа во время праздников. Не вычеркнуть младенца вместе с водой. Мы как часто потеряем главное. Мы стараемся что-то сделать. Я говорю, да, да, как лучше, как лучше. Кому нужна елка, если Христа нету? Кому нужны украшения, если Христа не будет в центре? Христос всегда в центре. Христос всегда в центре. Дьявол не хочет, чтобы он был в центре. Пусть в этой картине он будет где-нибудь с краю. Однажды я проповедовал, я писал такую картину, что мы видим на картине веры в Бога. Исцеление. Исцеление стоит в центре внимания. Многие из вас пришли к Иисусу, потому что у вас болело тело, и вам нужно было исцеление. Некоторые приходили, правда? Приходили люди. Кто-то приходил, потому что вам нужно было благословение финансовое и процветание. Кому-то нужно было? Замечательно. Кто-то приходил, потому что ваша семья рушилась, и вы пришли к Богу, потому что вам, ну, Господи, склей мою семью. Было такое? Каждый приходит по какой-то причине. А может быть кто-то пришел, потому что он устал от этой одинокой жизни, и в церкви он нашел друзей. А кто-то пришел в церковь, потому что, да потому что просто пришел, и здесь классно, весело, музыка. И пастор такой, а-а-а! Зачем ты ходишь? Одна сестра, она призналась, говорит, знаете, я первое время в церковь ходила не потому что Бога верила, а, говорит, а потому что Максимов смешит хорошо. И она говорит, я несколько месяцев, она сейчас лидер у нас, один из служителей. Она говорит, я несколько месяцев ходила, потому что было весело. И, говорит, когда ты не проповедовал, я уходила, а когда ты проповедовал, я оставалась. Некоторые пришли просто повеселиться. Некоторые пришли, потому что темно и плохо, и дурно. И просто приходят со своей тьмой, свою бошку засует, и бить свет, и рентген такой, аллилуйя. Некоторые как за дозой приходят радости. Там плохо, сюда пришли, дозу радости получили, и хватает на одну неделю. И многие вот на картину заставили, а все-таки Христос должен быть в центре всей картины. Правда? В центре всей картины. Знаете, когда мой сын разгневался на меня. Какой ты? Почему ты такой? А как раз Рождество, подарки. Я говорю, вот, подарки. Я говорю, сынок, не порти со мной отношения. Скоро Рождество. Размер подарка очень зависит от твоего отношения ко мне. Понимаешь, не порти, сам себе навредишь. Ну ты такой, такой. Сам-то хочет подарки. Мы часто портим отношения с тем, кто имеет все подарки. Правда? Зачем портить? Зачем с ним портить отношения? Он должен быть в центре. Ему честь, ему слава, ему поклонение. Он в Христос центре. В центре Рождества ни подарки, ни атмосфера, ни рождественский дух. Не просто вот это феерическое состояние особенного предвкушения, а Христос все-таки в центре. Не потеряем Христа, как этот мир пытается вытравить его портрет с общей картины. В Рождестве Христос главный. И не младенец только, вот это, блядечка, ой, родился Иисусик, здравствуй. Христос, который пришел на землю, оставил небеса. Оставил небеса. Представляете? Оставить небеса. Ну, знаете, как один приехал, говорит, с Америки сюда, говорит. Я, говорит, с Америки, к вам сюда приехал. И говорит, Христос так же с небес спустился в эту гадкую землю. Я не понял, я говорю, в смысле? У нас в Казахстане так все плохо, что ли, что ты к нам с Америки спустился. Но если показать картину, когда ты оставляешь лучшее ради недостойных, спускаясь к ним и становясь как один из них, Христос оставил самое лучшее, чтобы дать нам выход. Он в центре нашего праздника. Все подарки Ему, вся благодарность Ему, молитвы Ему. Да, конечно, мне надо, мне, Господи, мне исцеление надо. И вот в этой картине мне нужно благословение, и семья, и дом, и жилье, и все мне надо. Господи, но все-таки в центре не дары, а тот, который имеет все дары. Христос в центре нашей картины. Аминь или нет? Как приблизиться к Иисусу? Как сделать так, чтобы Бог использовал меня? Вы знаете, в Израиле была девчонка, Марьям, или Марьем вы ее называете. И ей было где-то 14, 15, 16 лет, где-то вот этот возраст. Молоденькая девчонка, как раз тот самый возраст, когда начинаешь задавать много вопросов. И Мария задавала много вопросов, и в своем сердце она положила искать лица Господня. Давайте откроем Евангелие от Луки. Откройте вместе со мной Евангелие от Луки. Замечательная история рождественская. Мы все знаем, что Мария потом станет матерью Господа Иисуса Христа. Она родит его. Но все началось с того, что в небольшой городок Назарет приходит ангел, архангел. И он приходит к Марии. Нету описания, какая Мария была. Что она была из себя. Всего лишь короткое описание. 26 стих. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет. К деве девушки, обрученной к мужу именем Иосифу из дома Давида. Это имя девушки Мария или Мариям. Послушайте. Приходит ангел. Что за человек такой Мария, что приходит ангел? Помните офицер римской армии? Солдат. Воин. С оружием ходит. Статный. И когда приходит ему ангел, он говорит, вспомянуты перед Господом две вещи. Что? Что вспомнили? Молитвы и милостыни твои. Бог вспомнил твои милостыни и молитвы. Когда кто-то молится, Бог отвечает. Когда Бог молится, Он приходит. Теперь послушайте. Мария, аж за чем же она молилась? Знала ли она, что она даст жизнь, даст рождение Иисусу? Она понятия не имела. Она представляла себя для Господа. Он ей говорит такие слова. Представляете, девушка, 2010 лет тому назад, 15-16 лет, молоденькая. К ней приходит ангел Господень. Она невинная, чистая. Она свою жизнь посвящает Господу и говорит такие слова. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Благословенна ты между женами. Она, увидев его, смутилась от слов его, но не испугалась. Она размышляла, что бы было это за приветствие. Вообще интересно, сколько минут нужно, чтобы понять, что это за приветствие. Ангел заходит к ней и говорит, радуйся, Господь, благодатная. Ты особенная. Ты избрана между женщинами. Бог тебе благоволит. Она садится и начинает думать. Над каждым словом рассуждать. Вообще, о чем идет речь? Что это значит? Давайте скажем, рассуждала над словом. Многие хотят слова. Пастор, скажи слово. Скажи слово в мою жизнь. Скажи слово в мою жизнь. Дай мне слово, слово, слово. Господи, дай мне слово. Она рассуждала. Размышляла и рассуждала. Что это за слово такое? Когда Бог говорит твою жизнь, многие говорят, я слово получу, слово получу, аллилуйя. Что за слово? Ты рассуждал? Ты думал вообще? Ты размышлял над словом? Так много слова приходит. Вы знаете, болезнь есть такая, когда организм не переваривает пищу. Человек кушает, и оно падает туда, и не расщепляется. И оно прошло и вышло. Многие верующие таким образом живут. Они вроде Библию читают, комками глотают, оно падает и целиком выходит наружу. Я помню одному из наших детей, ребенка, когда они маленькие были, мы икру дали попробовать. И они скушали икринки, ну маленькие детки, ну красную игру. И потом, прошлое время, и потом они в подгузник сходили, смотрим в подгузники, икринки целые. Вышли наружу, хоть бери снова на бутерброд, маш. Даже не лопнули, не переварилось. Ну понимаете о чем я говорю? Вот так вот раз и вышло. Иногда даешь что-нибудь ребенку, он поел, и оно в таком же виде, как он глотнул с этими же надкусами и выходит наружу. Думаешь, как это так? В смысле? Почему? Это свойственно многим людям. Они поглощают кусками, но не могут расщепить, переварить. Не могут для себя принять. Конечно же, дай тебе икру сейчас. Ты так нарубаешься и все переваришь, и все сваришь. Но в младенчестве не все мы можем переварить. Многие глотают слово, глотают без размышления. Хватает, хватает, хватает. Ой, аллилуйя, ой, аллилуйя. Что аллилуйя? Давай рассуждать. Давай размышлять. Давай разбирать слово. Давай копать слово. Скажите, да это меня. Аминь. Она рассуждала. И дальше он говорит ей замечательные слова. Он сказал ей. Ты не бойся, ибо ты обрела благодать у Бога. Зачнешь в очреве, родишь сына, наречешь ему имя Иисус. Он будет великим, наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь, Бог, престол Давида, Отца его. И будет царство на доме Якова веки. Царство его не будет конца. А Мария же спросила ангела. Как будет это, когда я мужа не знаю? Ангел сказал ей в ответ. Дух Святой найдет на тебя. Сила Всевышнего осенит тебя. Под всему нарождаемое святое наречется сыном Божьим. И дальше он говорит Елизавета. И Мария в 38-м источнике сказала. Се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Вначале она рассуждала над словом. Я бы хотел сегодняшнее послание двумя словами писать. Рассуждать над словом. Рассуждать над словом. Что Бог говорит в твою жизнь? Задавай вопрос. Бог, что ты говоришь в мою жизнь? О чем ты разговариваешь со мною? Вы осознаете, что Бог с вами разговаривает каждый день? Проблема в том, что мы не всегда его слушаем. Мы слушаем свои нужды. Мы слушаем свою боль. Мы слушаем себя. Мы хотим быть услышанными сами. И знаете, когда мы хотим быть услышаны сами, тогда Бог вынужден к нам иногда через сны говорить, через других людей. Бог вынужден нам через кого-то обращаться. И иногда мы становимся злоблены, потому что мы не хотим слышать то, что Бог говорит. Мы хотим слышать то, что мы хотим слышать. Когда люди приходят ко мне и говорят, Максим, помолись, чтобы я был тем-то. Я говорю, зачем тебе тем-то быть? Ну, я хочу быть им. Ну, а Бог хочет? Да! Если Он не хочет, я заставлю Его. Я знаю, какими рычагами давить. Ну, Бог тебя призывает. Наверное, призывает. Мне нравится быть пастором. Серьезно. Ну, а может быть, Бог тебя как евангелистом говорит? Нет! Хочу быть пастором, как ты. Халлелуйя! А Бог тебе сказал? Если не сказал, то заставлю. Скажет. Рассуждаем над Словом. Рассуждаем. Приходит Слово. Почему мы обращаемся к Библии? Пускай следующий год будет годом Библии в нашей жизни. Берешь Слово и начинаешь преломлять это Слово для себя. Переваривать, расщеплять. Организм взрослым становится когда способен расщеплять пищу. Называется метаболизм. Переваривать ее. Не просто, чтобы она пролетала насквозь. А чтобы она входила и полезные вещи оставались в твоей жизни. Переваривая Слово. У меня настроения нет, у меня плохо. О, ты давно не переваривал пищу. Конечно же, у тебя сейчас заворот кишок или язва желудка духовного. Что тебе все плохо. Когда иногда христиан смотришь, думаешь, какая у тебя реакция? Какая у тебя реакция? Почему ты реагируешь на жизнь вот таким образом? Звешься, негодуешь. Обвиняешь всех. Кулаком бьешь по своей, я не знаю, по своей голове. Требуешь. Что это за... Как это возможно? Ну, они не правы. Да при чем тут правы, не правы? Вопрос к тебе. Как ты перевариваешь Божье Слово? Смирение, кротость. Мария в конце сказала, да будет мне по Слову Твоему. Давайте вместе скажем, да будет мне по Слову Твоему. Когда приходит Слово к тебе, оно приходит по-разному. Вы знаете, иногда Слово бывает реакция на нужду. Ты видишь нужда, ты видишь, что необходимо что-то сделать, и ты реагируешь на нужду. Я хочу рассказать историю, как пришло Слово. Вы знаете, когда в одном городе у нас не стало пастора, и в этот город нужно было послать пастора. И, ну, нету пастора туда послать. Замечательная церковь, замечательные люди, благословенное место, нету пастора. И, конечно же, ко мне пришел один человек, и он говорит, я хочу поехать в этот город пастором, и буду служить там. Я не хочу его отпускать. Я уже и так, и так манипулировать над Иваном Крюковым пытался. И я и так говорю, Иван, да ты что, здесь Алмата, здесь круто, центр, Аллилуйя, здесь Господь. А он приходит и говорит, вот мы с той семьей едем туда, хотим ехать, благослови, отправь, пошли. И знаете, конечно же, моя плоть, моя плоть не хочет отправлять хорошего человека. Вы знаете, Иван в моем сердце занимает, не знаю, большой кусок моей жизни, благословенный брат. Но знаете, когда Иван ко мне раз, два, три приходил, я смотрю, что он получил слово. Он получил слово ехать туда и служить там на западе. Это далеко, это сколько километров Иван туда? Две, три тысячи? Две с половиной тысячи километров туда. Там, оттуда до Москвы одна ночь, по-моему, да или? Да. Тысяча километров. Тысяча километров от Уральска до Москвы. До нас две с половиной тысячи. Это фактически, вот, они больше к Москве, чем к нам. И вы знаете, и он мне говорит, Бог посылает меня, посылает меня туда служить. Я чувствую, что я должен выделить полгода, год. Он мне даже цифру два называл года, но я не чувствую два года в своем духе еще. Вот. Полтора, Иван говорит. Мы все еще торгуемся. Но, вы знаете, когда он сказал эти слова, я в своем сердце почувствовал, да, нам не будет так легко здесь без Ивана, потому что Иван, это как лучик света в нашем царстве, правда? Он благословенный. И пусть тонкий лучик, но яркий. Лазерный лучик. Благословенный лучик. И он приходит и говорит, у меня есть слово. Я хочу вот вам на практическом примере. У меня есть слово ехать туда. Никто другой не имеет это слово. Я не имею это слово. Моя плоть не хочет, чтобы он ехал. Но, знаете, мое сердце добудет мне по слову Твоему. Кто я, чтобы препятствовать воле Божьей? Аминь. Наша задача благословить. Благословить и отправить. Я не могу сопротивляться, бороться. Я знаю, с Богом лучше не спорить. Только что вы посмотрели проповедь, которая наверняка повлияла на вас. И я молюсь, чтобы это слово, которое было посеяно сегодня, оно пришло в вашу жизнь и принесло плод, было растворено верою в вашем сердце и принесло урожай для вас, вашей семьи, вашей церкви, для вашей жизни. Пусть Бог благословит вас. Надеюсь, каждая проповедь, которую вы слушаете в эфире, мои проповеди или других проповедников приносят для вас благословения. Но вы знаете, много людей готовят эту проповедь. Операторы, режиссеры, редакторы, съемщики. Люди, которые занимаются тем, чтобы подготовить ее к эфиру и запустить в эфир. Огромная команда людей трудится. И я хочу попросить вас, поддержите нас делать Божье дело дальше. Вам нравится эфир телеканала СНО? Вам нравятся проповеди? Вам нравятся программы? Сделайте все возможное, чтобы мы не остановились. Поддержите нас. Вы заправьте нашу машину бензином, чтобы мы могли уехать далеко. Машина с пустым баком далеко не уедет. Телеканал без партнеров, без ресурсов не сможет далеко уехать. У нас нет рекламы. У нас нет заграничных американских хозяев. У нас нет мегакорпораций, которые бы были в дочернем предприятии. У нас есть только вы и Господь. Вместе мы можем многое сделать. С вашим участием, с вашим партнерством я могу сделать многое для проповеди Евангелия. Доверяете ли вы мне? Тогда большая просьба. Поддержите. Поддержите меня. Поддержите служение христианского эфира, чтобы проповедь не останавливалась. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы каждая ваша копейка, посеянная, пожертвованная в телеканал СНО, в это служение, она принесла большой эффект. И многие люди узнали про Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, благословит ваши посевы, благословит вашу веру, благословит вашу жизнь и благословит вас быть щедрым на всякое доброе дело. Жертвовать в телеканал СНО – это доброе дело. Поддержите нас. Спасибо вам большое. Ваш партнер, ваш друг Максим Максимов. Вы только что посмотрели проповедь Максима Максимова, который является пастором церкви «Новая жизнь» города Алматы, епископом церквей «Новая жизнь» и основателем СНО. Мы благодарим вас за партнерство. Ваше участие в поддержке СНО помогает созданию таких программ. Пусть Бог благословит вас. Пусть Бог благословит вас.